Здравствуйте, это программа «Мнение» в студии Горезеров, и сегодня мы будем обсуждать свежие новости с руководителем группы компании «Байкал Медиа», председателем Комитета городского хозяйства, транспорта и связи Лондонского городского совета депутатов Сергеем Бурдиковым. Сергей, я тебя приветствую. Здравствуйте. Записываемся 1 сентября, день знаний, высыпали детишки в невообразимых количествах нарядные на улице с цветами, с шарами, с бантами девочки и так далее. Ну и у депутатов есть такая, да, почетная, ну, по крайней мере, обязанность, можно сказать, почетная, участвовать, принимать участие в линейках, посвященных Дню Знаний. Вот три школы на округе. Да, я вообще очень богатый депутат, целых три школы. Как успеть во все три или физически невозможно? Нет, ну, конечно, невозможно, к сожалению, во все три успеть, но мне повезло, я успел в две, потому что полчаса разницы между началом мероприятия. Ну, это, конечно, это возможность выразить уважение педагогам и руководству школ, и поприветствовать, чтобы они понимали, что это значимое, очень важное, ну, как бы, не то, что там для округа, да, но и в целом для города, учреждения, школы важное и важнейшее. Школы насколько готовы, все в порядке? Да, все в порядке, все готовы, все, ну, понятно, что они проходят многоступенчатые проверки, готовятся. Потому что каждый год это приемка, это запись школьников, это кто-то уходит на пенсию, вот мы сегодня провожали нескольких заслуженных учителей на пенсию, пришла им замена молодая. Очень приятно было смотреть, когда с первоглажками идут совсем вот юные учителя, учительницы, прямо так очень это, мило, конечно. Ну, я дважды, как бы, когда мои дети шли в школу, у нас в параллелях были тоже дебютанты, только пришедшие педагоги, ну, и они прекрасно со временем себя проявили. Ну, это, да, естественный процесс, да, ничего на месте не стоит. Видишь, это, с одной стороны, мы, конечно, сетуем постоянно на нехватку учителей, но, с другой стороны, идут работать в школы именно вот по призванию, те, кто вот действительно хочет работать. То есть, это и видно, что получается. Сергей Бурдиков, программа «Мнение, давай школьную тему продолжим». Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что с нового учебного года, вот буквально с 1 сентября, в школах страны нельзя будет пользоваться мобильными телефонами во время уроков. ТАСС об этом сообщил, и другие СМИ тоже. Ограничения начнут действовать в связи с новыми санитарными правилами. То есть, ну, там говорится о том, что экран маленький, осанка портится, нельзя на уроках, на переменах можно. И вот большая такая родительская дискуссия в интернете, в социальных сетях развернулась. Одни говорят, что вот если что-то экстраординарное на уроке происходит, то важно это зафиксировать, чтобы как доказательство потом было. Кто-то говорит, что вот связь должна быть всегда. Ну, в общем, такое решение принято. Решение как-то быстро прошедшее, да, но значимое, на мой взгляд. Ну, я думаю, что быстро прошедшее, но решение, которое давно готовилось. Мне кажется, это вполне логично с точки зрения учебного процесса. Это как можно меньше отвлекающих факторов. Конечно, телефон – это отвлекающий фактор. То есть, никто же не запрещает их иметь при себе и в случае необходимости. То есть, сдавать не надо будет. Честно говоря, не очень. Я понимаю, что обычно происшествия на уроках, они вызывают большой резонанс. Видео разных неприятных ситуаций расходятся. Но по количеству это, я думаю, что вряд ли это какие-то значимые цифры. Поэтому не такой уж аргумент, что в пользу телефонов. Ну, я думаю, если что-то будет происходить, там кто-то быстренько включит. Конечно, конечно. Никаких проблем нет. Отреагирует. Я думаю, учителям это решение, учителям заметно поможет в работе. Сергей Бурдиков, программа «Мнение». Давай перейдем к делам городским по линии горсовета, который непосредственно, собственно, комитет, который ты возглавляешь, занимается этими вопросами. УЛНД 4 месяца будет действовать скидка на проезд по карте «Мир» с 1 сентября. Значит, при оплате проезда загруженный в смартфон карты «Мир», то есть бесконтактный способ получается, каждая поездка до 31 декабря будет обходиться жителям региона на 6 рублей дешевле. В акции участвуют автобусы и трамваи УЛНД, оборудованные терминалами для приема бесконтактных карт. Но это, собственно, история, попытка города, горсовета сделать… Нет, нет, я думаю, тут нет. Другая совсем? Это не попытка горсовета и не попытка города. Это маркетинговая акция платежной системы «Мир». А, таким образом. Конечно, для того, чтобы… Просто это очень похоже на пересадочные какие-то тарифы и так далее. Я думал, что все это одна история, нет? Нет, конечно, было бы приятно, чтобы мы приняли решение, которое, как сказать, позволяет экономить жителям. Но нет, это в данном случае именно платежная система. Они молодцы, очень правильно действуют. Удобнеры. Телефон всегда под рукой. Его удобнее доставать, в отличие даже от карты какой-то. И расплачиваясь телефоном, задача платежной системы, чтобы как можно больше приложений с карты «Мир» были загружены платежные. Поэтому именно за счет этого они, увеличивая свой оборот, пропагандируя систему, они предоставляют… Раскручивая приложения свои. Да, и на самом деле, не надо думать, что это коснется только трамваев и муниципальных автобусов. У нас есть маршруты, которые полностью оснащены терминалами. И значительная доля платежей проходит уже по безналичному расчету. Это не всегда выгодно водителям, потому что эквайринг съедает 1,5-2% может съесть обслуживание. Обслуживание, то есть и банковское обслуживание. Поэтому 20 рублей наличными, они чуть больше, чем для водителей. И для бизнесменов, кто занимается перевозками, они чуть-чуть больше, чем безналичные. Поэтому не всегда они на самых заметных местах, эти терминалы. Но если попросите, водитель обязан предоставить его. Одна из представителей старшего поколения сказала, очень мало таких автобусов оборудованных, и у меня только карта пластик, вроде она не бесконтактная. Если бы это было решение городских властей, то оно было бы однобоким. А эта акция, где компенсируют эти убытки для транспортных предприятий, компенсирует сама платежная система. Поэтому какие правила они и с какими своими целями разрабатывают, такие и действуют. Ну, я думаю, здесь это в данном случае, это же на благо пассажиров. Да, то есть часть пассажиров. И в интересах города и горсовета тоже, несомненно. Сергей Бурдиков, программа «Мнение» в Бурятии снова попытается ввести штрафы для владельцев частных кочегарок. Народный хурал Бурятии рассмотрит проект изменения в закон об административных правонарушениях, касающих запрета использования ЛНД и поселениях твердого топлива в частных котельных, в отопиленных сезон. Ну, там, где имеется возможность наличия технического, технологического присоединения к источникам теплоснабжения, значит, проект размещен для обсуждения на сайте Министерства природных ресурсов в Бурятии. Ну, уже была попытка, по-моему, да? Да, была попытка, но, к сожалению, нет, она бы получилась, то есть, все было бы реализовано, потому что все обосновано и все очень логично. Если ты подключен, и у тебя рядом есть центральные сети, и у тебя есть уже все возможности для подключения, то топиться углем – это значит просто наносить вред окружающей среде. Там дело в том, что выступал тогда министр тогдашних природных ресурсов Сергей Матвеев, и у него не очень простые отношения с депутатами Хурала, и он просто не смог объяснить суть изменений, то есть, что предполагается, и посчитали, что будет действовать запрет на то, чтобы топиться углем, но при этом будет разрешено топиться всяким отработанным маслом, то есть, то, что просто бомба экологическая просто, живая. На самом деле, а он просто не смог объяснить, что вот эти, сжигать отработку всякую масло, это запрещено другим законом, и довольно давно уже, то есть, это, и, ну, как бы сложился тогда такой фон негативного вокруг его выступления, и из-за этого у нас и мы потеряли. Хотя вот часть депутатов Хурала потом сетовали на то, что, ну, вот мы и сами. Кого-то не было из ключевых специалистов, из профильного комитета, кто мог бы пояснить. Вот что-то, не всегда это получается, не всегда обоснованно. Ну, то есть, сейчас практически ничего не изменилось, просто новая попытка, да, уже и министра нет, да, кто-то другой будет это дело пояснять. Ну, то есть, закон благо, да, несомненно. Закон однозначно благо, ну, как благо. Понятно, что топятся углем и разными такими продуктами в целях экономии. То есть, те, кто экономят, они, естественно, наносят вред не только себе, но и окружающим. Вот для них это, конечно, денежная потеря, потому что тарифы ТГК у нас не самые гуманные на тепло. Но, с другой стороны, если мы этого делать не будем, соответственно, как мы иначе победим смог зимой. Сейчас-то хорошо на улице, небо чистое, об этом никто не думает. А если голосование пройдет в зимний период, то все будет наглядно видно из окон народного хурала. Но в случае, если законопроект будет принят региональным парламентом, то использование твердого топлива в автономных источниках теплоснабжения юридическим и индивидуальным предпринимателям при наличии технологического присоединения к системе централизованного теплоснабжения будет запрещено с 15 сентября по 15 мая календарного года. Нарушение, значит, там штрафы от 30 до 100 тысяч. Ну, я все-таки надеюсь, что... Ну, на самом деле, это же не на 100% закрывается. То есть, у предпринимателей, ну, как бы у владельцев таких кочегарок должна, ну, появится возможность, во-первых, их можно пользоваться фильтрами. У нас результаты испытаний фильтров, которые делаются у нас нашими учеными здесь, в Республике Бурятия, оказался гораздо лучше, чем все ожидали, потому что фактически вот этот фильтр, который они разработали, он отфильтровывает, ну, как бы устраняет бензопирен. То есть, это самое... То, что нам казалось, что это невозможно, то есть, по всем данным, но тут вот нашли способ за счет озона нейтрализовывать бензопирен, а это просто, ну, это реально научный прорыв, то есть, научно-практический, вернее, прорыв. И, кроме того, мы же все равно не оставляем попытки реализовать проект по производству бездымного угля, то есть, в котором тоже и значение, в том числе и по бензопирену, и по большинству летучих веществ, они позволяют использовать это, ну, в котельных. Поэтому, ну, тут все надо дальше считать. Потому что стоимость угля сейчас колеблется, стоимость дров просто в космос летит, вот, поэтому, ну, надо принимать меры. Да, какие-то альтернативные варианты искать. Сергей Бурдиков, программа «Мнение». Сергей, вот, тема тоже близкая, была делегация Большая Совета Федерации здесь, да, вот, сравнительно недавно в Бурятии выездное заседание было, и, значит, в том числе обсуждали вот перспективы достройки ТЭЦ-2, в очередной раз вернулись к этой теме, да, ну, и как-то уже такой более позитивный фон с федеральных вершин, скажем так, чувствовался, что, да, надо, да, действительно, и вот посчитали примерно те же там, сколько-то, 31 миллиард получился, да, ну, и как-то все более конструктивно и более позитивно. Вот с чем это связано и насколько мы к этим штукам приблизились? Ну, это, на мой взгляд, связано с двумя. Ну, первая – это ситуация аварии, которая у нас в декабре была. ТЭЦ-2 и, на самом деле, это была очень серьезная угроза, огромнейшая, и понятно, что сейчас возможности у города резервироваться как-то их нет. Единственная возможность – это достройка ТЭЦ-2 в полноценном режиме с генерацией электричества. То есть, если достроить ТЭЦ-2, то город будет сбалансировано по производству и потреблению электроэнергии. То есть, эта энергобезопасность, мы же все понимаем, какое количество, насколько сейчас больше стало потребителей, и ежедневно мы сталкиваемся с тем, что у нас происходит отключение технологическое по электричеству. Каждый день… Практически, да, да. Каждый день что-то происходит. То есть, это нагрузка, и эту нагрузку надо компенсировать. В том числе, вот эта угроза для стратегических предприятий, вот когда у нас было ЧП на Гусино-Изерской грязи, у нас под угрозой оказалась поставка холодной воды, канализация, а это… Не говоря уже о застрявших людях в лифтах и так далее. Это застрявшие люди, вставшие в трамвайах – это неудобство. А остановка канализационных насосов – это могло стать катастрофой. То же самое, то есть, ТЭЦ-1 вырабатывает электричество на свои нужды, а ТЭЦ-2, например, не вырабатывает электричество. И в случае остановки поставки электроэнергии, ну, как бы, эта ситуация очень опасная. Да, особенно в зимние периоды. Да. Второе, с чем это связано, это с тем, что до этого владелец ТЭЦ-2 ТГК-14 просили федерального финансирования, но при этом своих обязательств не брали. То есть, сейчас они согласились взять на себя обязательства, то есть, за счет инвестиционной составляющей, за счет собственных средств участвовать в проекте достройки. Потому что они основные интересанты не только город и жителей города и власти, но и сама компания. И это, соответственно, совсем по-другому зазвучало предложение. Ну, а то было странно, когда просят 33 миллиарда, но при этом сам владелец не вкладывается в это. Тут был перекос. Сейчас новое руководство компании трезво оценило перспективы, понимает необходимость. Ну, и, в общем, вопрос двинулся. Я даже, ну, как бы, делегация Совета Федерации – это такой фон больше, а сейчас глава республики, он уже практически шаги по этому поводу предпринимает. И, как бы, немножко даже очень долго этот вопрос так болтался нерешенным, да, и как-то все привыкли… Актуальность накапливал, накапливал. Да, привыкли, что он не решает, а тот раз и решился, и как-то даже от этого только неожиданно. Ну, по временным, что можно сказать? Есть поручение президента, то есть у нас по итогам аварии на ТЭС было сформировано 33 поручения. То есть, что нужно было сделать? 31 на текущий момент уже выполнено силами ТГК-14, то есть, ну, там, заметное оборудование, перекладка, там, тут различные мероприятия. Осталось выполнить два, которые требуют проектирования, они будут выполнены. Ну, и основное родилось поручение президента России о том, чтобы обеспечить взаимное резервирование. То есть, взаимное – это значит, что в случае аварии на одной из ТЭС у нас вторая берет на себя функции. По крайней мере, это позволит не заморозить город. То есть, чтобы система сама не разморозилась. Но для этого там тоже несколько вариантов резервирования с разной степени финансирования. И в рамках этого поручения, фактически, без наращивания мощности ТЭЦ-2, да, в принципе, и ТЭЦ-1 тоже. То есть, она сейчас уже на грани дефицита. По мнению некоторых специалистов, уже имеется дефицит серьезный. Уже, причем, не первый год. Да. И получается, ну, нужно наращивать мощности, в том числе мощности по электричеству. Вот. И эта совокупность факторов привела к развитию. Ну, и там много еще побочных. То есть, это в том числе ТЭЦ-2, это... Вот достройка ТЭЦ-2 – это часть одной из стратегий промышленных. То есть, это заложено в мастер-план города, который сейчас глава успешно защитил. И будет защищать, я думаю, ну, наверное, перед президентом. Либо на очень высоком уровне. Сергей Бурдиков. Программа «Мнение». Давай к другим городским проблемам. Может быть, более локальным, но не менее важным, я думаю. Перейдем. Владельцев вакуумок начнут штрафовать за слив жидких бытовых отходов в неустановленных местах. Значит, о проблеме депутатом горсовета сообщил директор водоканала Дмитрий Скакалин. И, значит, оказывается, вот такие нарушения у нас еще есть. Вот в чем там проблема? Почему эти нарушения возникают? И вот что надо сделать, чтобы этого не было? Ну, это как бы продолжение обсуждения. Обсуждали мы немножко раньше. То есть, суть проблемы какая? У нас есть обширный частный сектор. Как правило, в частном секторе стоят выгребные ямы из бетонных колец, но без днищ. Соответственно, при откачке, особенно мощными машинами, закачивается в том числе ил с грунтом вместе. Если вообще откачивается, потому что я знаю некоторые хозяйства, где как бы... Само уходит и уходит. Уходит и уходит и уходит. Ну, это да. Это тоже отдельная проблема. Но все равно, рано или поздно, это требует откачки. Откачивается, соответственно, не жидкая фракция, а уже заиленная, тяжелая. Перемешанная с землей. Для того, чтобы сгружают... Собственно, есть три места, куда сгружаются эти откачанные стоки. Самое тяжелое нарушение – это сброс просто в природу, лавражик там, в какую-нибудь ямку, ну, то есть, на грунт. Ну, то есть, на грунт или в воду, да? Да, это прямое экологическое преступление, которое карается федеральным законом. Есть кодекс административных правонарушений, там все прописано. Этим занимаются федеральные структуры природнодзора и природоохранной прокуратуры. Второе нарушение – это слив в ливневую канализацию. Ну, то есть, лотки, решетки, то, что открытые. Это тоже, ну, то есть, фактически то же самое, что сбрасывает на грунт. Потому что это открытая система, естественно, она попадает в природную среду. То есть, это тоже нарушение. Но ливневка-то в итоге куда выводит? В городскую же канализацию? Да, очистные, но она не предназначена, она предназначена для ливня, то есть, для воды. Только вода и желательно ничем не замусоренная. То есть, она, ливневка, не справляется. То есть, это уже нарушение. А с водой-то не справляется при сильных дождях? Ну, это просто по объему, да. Третье – это сброс в колодцы, канализационные колодцы. При этом в городе есть только пять колодцев, которые предназначены для сброса именно таких заиленных, тяжелых, где есть разделение. Все остальные, они не предназначены. Там трубы маленького диаметра. Вот недавно, у нас реально недавно происшествие, сбросили такую откачку колодец на проспекте Победы. Из-за этого забусировался большой участок, то есть, просто он встал. И жители вот, ну, буквально там успели прочистить, ну, в последнем, уже в дома пошел подпор. А, уже обратно пошло. Уже пошло и дошло уже в подвалах. И там еще бы час-два и дошло бы до первых этажей. Вот. Соответственно, это требует от… Возникла угроза для жителей проспекта Победы. Ну, а у водоканала, естественно, возникают дополнительные расходы, поскольку нужно аварийно обслуживать, то есть, прочищать. Это необоснованные расходы. При этом, естественно, то есть, у водоканала есть установленный государственным тариф. Республиканская служба по тарифам им считает, там, порядка 30, по-моему, рублей за кубический метод. Ну, 200 рублей стоит машина примерно, вывезти машину. Но при этом перевозчики и на этом стараются экономить, частные перевозчики, и как можно дешевле сбросить. Поэтому такое вот недовольство с их стороны было. Ну, вот сейчас, получается, мы вводим на городском, на муниципальном уровне после изменения в закон, сейчас закон будет направлен, пойдет слушание в курсовете на совместном заседании и на сессии. Потом будет в виде законопроекта представлен Народный Хурал. Ну, мы предварительное одобрение получили на заседании, которое я проводил, от профильного комитета Народного Хурала, от природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора, Бурприроднадзора, Министерства природных ресурсов. То есть, там требуются доработки, в части, ну, более четких формулировок. Ну, вот, надеюсь, в ближайшее время это, по крайней мере, мы снимем угрозу для жителей многоквартирных домов. Все колодцы, все точки у водоканала, они оснащены видеокамерами, то есть, все фиксируется. Их три или пять, да? Нет, пять – это тех, куда легально можно сбрасывать, которые готовы, оборудованы именно для приема таких вот откачки из вакуума. Ну, вот имеет смысл как-то разделять? Вот я здесь откачал из вот этого септика с дном, а здесь было без дна. Нет, это, нет, а как ты это разделишь? То есть, это не… То есть, по умолчанию считается, что это вот… То есть, на всякий случай… Теоретически заилино и так далее. Да, да, то есть, все перевозчики знают, есть вот пять точек. У нас была проблема с авиазаводом, там закрыли одну из точек приемки, потому что труба проходила непосредственно под полосой авиазавода взлетно-посадочной, и нельзя было на этой территории ее обслуживать, прочищать. Открыли недалеко сейчас новую точку, оборудовали в районе Стальмоста, вот, и решили отчасти эту проблему. Но все равно Водоканал, во-первых, получил два задания. Это первое – расширять сеть приемок, то есть, оборудовать дополнительные пункты, чтобы… Зимой же есть проблема, если ты долго везешь, замерзают краны, то есть, их надо отогревать, то это дополнительные сложности, поэтому это все должно быть близко, максимально близко, то есть, новые точки. И второе, нам, ну, как было сказано на заседании коллегой моим, за полгода перевозчики этих владельцев вакуумок подняли на 60% стоимость, оперировая тем, что теперь Водоканал, теперь они официально должны сбрасывать, и Водоканал наберет за это деньги. Да, это мы сбрасывали бесплатно, загрязняя природу, да, и были более добрыми вообще. Ну, хотя услуги Водоканала подняли затраты на 5% всего лишь. Ну, вот, поэтому Водоканал получил задание сформировать муниципальную службу по откачке, которая бы работала по фиксированным тарифам. То есть, сейчас они эти просчитают, предложат нам, соответственно, будем дальше решать. Эту не самую, конечно, приятную проблему. Да, 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 эстетически выглядящую, но плата наша за благоустройство и все остальное, столько сложностей оказывается. Сергей Бурдиков, программа «Мнение», депутаты горсовета, давай более такую тему, более эстетически выглядящую, но тоже не менее сложную, обсудим. Депутаты горсовета обсудили вопросы перевозки детей на школьных автобусах в 10 городских школах, перевозят детей до школы и обратно 13 автобусов. Мне казалось, когда я эту новость прочитал, безусловно, позитивная вещь, классная штука, школьные автобусы есть, там все, возят детей и всем все хорошо, но оказывается далеко не так, вот в чем проблема и что здесь надо решать. Ну смотри, вот если брать соотношение количества населения и площади города, Улан-Удэ самый разреженный, так сказать, город, на большой территории живет немного людей. Из-за этого возникает проблема, что многие жители живут далеко от школ, дальше, чем 3 километра. В этом случае законодательство предписывает организовывать их перевозку силами, допустим, школьных автобусов. Но сейчас ситуация-то складывается как, в школе передается автобус, и получается школа, то есть в составе там директора, учителей вынуждены заводить специальное хозяйство по обслуживанию этих автобусов. Гараж, если, то есть механика, либо заключать контракты с сервисной службой. То есть автобус должен быть всегда в порядке на 100%. За этим очень строго следит, нам директора рассказывает, что прям школьный автобус, это прям для сотрудников ГИБДД, это прям особая приманка, то есть они их регулярно останавливают, потому что там очень много чего надо проверять. Требования, да, теоретические, которые можно нарушить. Да, там и ремни, и все это. Ну, это получается, что для школы это не профильная нагрузка, то есть это их задача учебный процесс. Задача обслуживания автобусов – это все-таки задача профессионалов, которые этим занимаются постоянно. Когда мы начали это обсуждать, идея-то была в чем? Что есть муниципальные предприятия, городские маршруты, у которых есть свободные боксы и есть профильное знание в области обслуживания автобусов. То есть чтобы они в той или иной степени занимались работой со школами по обслуживанию. У нас во многих школах этих гаражей-то даже нет, то есть механика-то точно нет, а автобус стоит на улице, то есть он иногда замерзает. В сельских районах бывает, что он и не заводится с утра, а детей-то надо везти. То есть сменных водителей тоже нет. Ну, то есть это много проблем, мы весь комплекс обсуждали. Сейчас просто за период обсуждения ситуация изменилась, то есть в город приходят автобусы большого размера, и все свободные боксы у городских маршрутов будут заняты. Возможности по обслуживанию, ну, есть, конечно, но сейчас все предприятия это просчитывают. Но в любом случае нам надо эту проблему как-то решать. Решили, что нам нужно централизовать обслуживание всех школьных автобусов, потому что школ становится больше, город расширяется. То есть все равно этих автобусов будет больше. Глава регулярно республики этим занимается. Получаем новые автобусы, школы. То есть это все равно нужно наладить службу полноценного качества обслуживания этих автобусов. Сейчас и комитет по образованию тоже занимается расчетами с тем, чтобы создать в структуре комитета централизованную службу по школьным автобусам. Там, допустим, школьников куда-то. То есть спортивные соревнования межшкольные. Сейчас активный обмен опытом идет между школами. То есть все вот задач-то много. И иметь централизованный гараж, который бы выполнял это все по заявкам. Ну, тем более, да, если задач много, то все это становится все более и более оправданным. Да, да. Потому что тут и безопасность на первом месте и все остальное. Ну, да, интересная тема. Там еще есть дополнительные нюансы, это что не везде к школам есть. Школу построили, например, а дороги подъездной еще не построили. То есть по грунтовым дорогам транспорту общественному передвигаться нельзя. Запрещено. ГИБДД не велит. ГИБДД не велит. Сейчас тоже мы попросили школы отрабатывать с районами. Вот у нас по итогам дорожного ремонта образуется изрядное количество фрезерата. И мы попросили комитет по образованию в первую очередь работать с районами, чтобы обеспечить вот этим… Потому что фрезерат, если его укладывать на уплотненный щебень, разравнивать дорогу, то есть это твердое покрытие. То есть меняется статус дороги, и, соответственно, у нас открываются возможности. То есть они пока небольшие, потому что все-таки фрезерата не так, не столь много, сколько бы хотелось, но это все равно хоть какие-то возможности для того, чтобы… Для тех мест, где никогда не было, для первоначальных каких-то вещей. Сергей Бурдиков, программа «Мнение». Сергей, давай вот к ремонту дорог тогда и перейдем. Собственно, эта штука такая в активной фазе сейчас находится. Что мне понравилось вот в этом году, не знаю, может быть, какое-то обманчивое впечатление сложилось, мне показалось, что вот не перекрывали наглухо ничего практически. То есть снимут верхний слой вот того самого фрезерата, откроют дорогу, люди ездят. Ну, так, не очень ровно, понятно, но транспортная артерия работает, да. И вот так по кусочкам половину заасфальтировали, но это в прошлые годы было. Но как-то вот сейчас мне показалось, что все более продуманно и разумно было сделано. Но, с другой стороны, возникали какие-то задержки по срокам, как сейчас вот на Терешковой, 4 сентября обещают ее открыть. Вот как подходит, проходит ремонт дорог с точки зрения качества, с точки зрения поведения подрядчиков и сроков? Ну, у нас, к сожалению, с каждым годом объективно это все делать все тяжелее, потому что сами объекты, которые выбирают для ремонта, они становятся все более сложными для реализации. Потому что в первую очередь попадали дороги, которые не сильно загружены, которые где можно удобно сделать объезды, а не прямые там, ну и так далее. Вот, сейчас, конечно, и там проспект строителей, улица Терешковая, все это вот два объекта, которые просто могут вообще наглухо весь город перекрыть. Да. Вот, из-за этого, конечно, сложности. Подрядчики не справляются, на мой взгляд, должным образом. Особенно тяжелая часть – это вот железнодорожный район, то есть там компания «Доринвестстрой», которая, к сожалению, с организацией работ по многим объектам не справилась. По многим кое-где с ними расторгли соглашение. В ряде объектов заставили заменить там, где они работают через субподрядчиков своих, пришлось сменить субподрядчиков, потому что взяли неквалифицированные организации. Ну, пока, ну, сейчас самый, как бы, самый горячий период, это у нас вот сентябрь и октябрь, потому что в ноябре заканчивается, контракты длинные. Ну, ряд решений, которые сейчас, как бы, еще не внедрены, но вот мы надеемся по итогам этого сезона реализовать. В частности, это контракты обязательства по обслуживанию дорог, то есть это тот гарантийный ремонт, который был заложен, то есть мы предлагаем, чтобы в каждом контракте на ремонт дороги была заложена обязанность с указанием сроков, обязанность обслуживания. То есть у нас многие гарантийные дороги, на них образуются трещины, но трещины не проливаются битвом, в итоге через послезимнего сезона трещина превращается в яму. Подрядчики это делают, но делают всегда с большим трудом, неохотно. Мы предложили заложить, поскольку вот два года мы потратили на то, чтобы городская муниципальная служба комбината по благоустройству получил опыт в области дорожного ремонта. Теперь уже требуем, чтобы подрядчик, если он в течение разумного срока, там, две-три недели, там, предписание со своими силами не может это исправить, чтобы это делал комбинат по благоустройству и уже в регрессном порядке предъявлял эти затраты перевозчика, чтобы этот пункт был… Подрядчику. Подрядчику, да. Чтобы это было прописано в контрактах этого подрядчика. Мэр эту идею одобрил, дал поручение внести изменения в контракты следующего года, и всё, теперь мы можем это реализовать. Гарантийный срок 5 лет, да? 5 лет. В течение 5 лет, то есть, выявляются и немедленно сообщают подрядчику, он должен исправить. Ну, у нас в этом году комбинат по благоустройству, я надеюсь, зайдёт уже на… ну, получится контракт жизненного цикла на дорогу, то есть, впервые у нас это до этого не применялось, то есть, это весь срок службы дороги, то есть, он нормативно 8-10 лет, в зависимости от того, где она расположена, там, есть ли мосты или нет мостов, ну, разные там нюансы, но на весь срок службы будет обслуживаться комбинат по благоустройству, но здесь мы точно можем быть уверены… Ну, то есть, это уже за пределами гарантийного срока получается? Да, то есть, это именно контракт полностью, ну, так называемый контракт жизненного цикла, он гораздо сложнее для подрядчиков, никто на них не шёл до этого, но есть теперь муниципальное предприятие, я думаю, и другие подрядчики тоже подтянутся под эти требования. Ну, то есть, грубо говоря, если так совсем упрощённо, дорогу делают, у неё 5 лет гарантии, да, и плюс максимум ещё 5 лет за пределами гарантии, когда обслуживают, а потом через 10 лет получается новый ремонт, да, полностью проводят? Да, так и есть. Ну, интересно, вот с нашими перепадами, мне кажется, всё как-то всё-таки быстрее происходит с точки зрения ремонта или нет? Если дорогу обслуживать, если она сделана была, видишь, мы же ведём не строительство дорог, а именно дорожный ремонт, то есть, у дороги уже есть твёрдая основа, то есть, там, если возникающие проблемы, они в основном касаются верхнего слоя. Иногда это проблема сетей, которые расположены под дорогой, у нас тоже это вот большая проблема, ну, это как бы стратегическое развитие сетей, у нас все сети идут под дорогами, водоканальские, ТГК, то есть, всё, там всё лежит, провалы на этих сетях частое явление, особенно много проблем нам сейчас доставляет летний водопровод, так называемый, у нас целые улицы, ну, тоже большой резонанс у нас на улице Балдынова, если я не ошибаюсь, вот, там после подключения летнего водопровода… Недавнего, да? Нет, ну, там недавний ремонт, ну, как недавний, там 4 или 5 лет дороги, подключают люди летний водопровод, они же обязаны его отключать осенью, они его не успевают отключать, трубы лопаются, образуется промоин и просаживается дорога, то есть, вот эта цепочка такая, то есть, сейчас мы, в принципе, уже водоканал получал поручение исправить эту ситуацию, то есть, сделать, оборудовать места подключения так, чтобы они не проходили под дорогами, вот, ну, посмотрим, как удастся справиться, там, не самая простая задача такая. Ну, да, переплетение самых разных проблем, да, и отсутствие благоустройства и так далее. Сергей Бурдиков, программа «Мнение», давай обсудим вот депутатскую проблему, если можно так выразиться, в Горсовете ЛНД прошла комиссия по депутатской этике, где разбирали ситуацию с Александром Мельниковым. Ну, это, да, депутатская проблема. Вот, выложил депутат, значит, видео, кто не знает, напомню, где, значит, по урезу воды водному, да, на Байкале ездит машина ему принадлежащая, ну, и, в общем, ряд целых экологических нарушений там зафиксирован. Значит, были пояснения от самого Александра Мельникова, заявления разных лиц, ну, вот, ждали вот комиссию по депутатской этике, она прошла, что решили, что услышали? Ну, пока это, так сказать, это предварительная комиссия, то есть мы заслушали объяснение самого Александра Николаевича, попросили документы, потому что, ну, мы же должны решать на основании документов. То есть он говорит, да, это моя машина, но он должен представить документы. Он говорит, что за рулем был не он, был другой человек, соответственно, мы должны знать, мог ли этот быть человек за рулем, есть ли у него, там, вписан ли он в страховку, есть ли у него право управления автомобилем. Пока пояснения Александра Николаевича такие, что был другой человек, это не родственник, он имел право управления автомобилем. Конкретного человека назвал? Нет, не назвал, но на самом деле нас это и не интересует. То есть он должен представить соответствующие документы. Ну, и основной вопрос, был ли он за рулем, то есть это решение должен вынести и Бург-Переднадзор, то есть по результатам рассмотрения этой ситуации, вот решение Бург-Переднадзора мы в ближайшее время дождемся, после этого будет комиссия повторная. Ну, в любом случае, даже если Александр Николаевича не был за рулем, все равно ситуация некрасивая, потому что машина все равно находилась на побережье, ближе 40 метров, там есть и другие нарушения. Ну, на самом деле, я просто как бы до этого не, мы пока все были на каникулах, то есть у нас некому было там разбираться в ситуации. Основываясь только на журналистских публикациях, тоже не совсем правильно. Сложно, да. Там потому что ряд ошибок было запущено, даже поверхностные. Ну, естественно, что все назвали Александра Николаевича Единороссом, хотя он в партию не входит, насколько мне известно. Вот, там, ну, как бы не все было чисто в материалах. Ну, вот, но это вопрос ближайших дней, то есть сейчас, как только будет получено. Запрос в Бург-Переднадзор был отправлен 23 августа от Гурсовета. Ждем поступления материалов. Я думаю, как раз в течение 10 дней они должны нам поступить. После этого уже комиссия, ну, Александр Николаевич перечислили требования, документы, которые он еще должен дополнительно представить. Ну, соответственно, будет экспертиза, да, будет, значит, заключение. Ну, будут результаты экспертизы, да. И документы предоставлены, и опять комиссия по этике будет собираться, да, и уже какое-то окончательное решение принимать. Ну, да. Резонансная история обязательно. Резонансная, неприятная, да, что делать. Ну, да. Честно говоря, от глупостей никто не застрахован. Сергей Бурдиков. Это с одной стороны. Ну, да. Сергей Бурдиков, программа «Мнение» не первый раз с депутатами что-то такое происходит. Надо точку поставить. Это с любыми людьми часто происходит. Но депутаты просто на виду, да, конечно. Сергей Бурдиков, программа «Мнение». Сергей, в завершении программы у нас 11 сентября предстоят выборы главы Бурятии, ну, там ещё другие, вот, кстати, да, трое новых коллег должно у вас появиться, да, по результатам дополнительных выборов на трёх городских округах. И, значит, вот в рамках вот этого единого дня голосования, как я понимаю, будет продолжена традиция вот голосования каким-то образом за народный бюджет, да, по программе «Народный бюджет». Это уже не первый год происходит. Что предложат в рамках вот этого народного бюджета избирателям, за что голосовать в городе? У нас по каждому округу предложено три объекта. Ну, там, как бы, в целом довольно долго перечислять. Ну, понятно. По крайней мере, то есть, у меня вот это объект номер один – это подсветка статуи «Мать Бурятия», причём подсветка художественная. То есть, это, допустим, зимой в шубку её одеть с методами подсветки. Вот мы это опробовали на площади Советов на здании геологоуправления. Очень интересно получилось. Вот идея у руководства «Горсвета» сделать такую эстетическую подсветку интересную. Вот это первый проект. Второй проект – это реконструкция парковочного пространства возле второй школы. Я недавно рассказывал о том, что мы хотим сделать там вместо парковки, которая наглухо просто перекрывается, то есть, количеством автомобилей. Парковка там вот въезд туда вот. Там ест во двор главпочтам-то, да, вот там, да? Да, в этой части. То есть, мы хотим сделать, запретить там стоянку автомобилей и сделать кольцевое движение с высадкой и посадкой детей. Ну, это в наших школах, к сожалению, это редко, особенно в историческом центре, редко где можно сделать. Здесь можно сделать, разгрузить немного это пространство. Чтобы по Абутинам дорог бесконечно не останавливали. Конечно. Ну, и на самом деле тяжело. То есть, очень часто мамы привозят, ребятишек, туда заезжают, потом пытаются там развернуться в тесном пространстве. Это очень неудобно. Надеюсь, будет поудобнее. Сейчас мы, получается, нарисовали как бы дизайн-проект. Сейчас надо учесть, там есть сложности, потому что там же это большое офисное здание, к тому же во двор почеса въезжают большие грузы. Кроме того, там есть коммуникации, есть колодцы канализации, которые требуют частой прочистки, в том числе, вот, ну, тоже засоряются. Часто работают там специалисты водоканала, одна или две машины. Вот эти все нюансы учесть, расширить там вот все это пространство. Там надо еще сохранить парковку для инвалидов, она уже там должна быть. Ну, в общем, сейчас учтем все. Перенести освещение, сделать дополнительное освещение тротуара. Ну, в общем, много там проектов. Хотелось бы... За это тоже можно проголосовать. Да, за это можно проголосовать. И третий пункт – это развитие вот того направления, это парк в районе вот нашего... От Селингинского моста участок до речного порта. На склоне, да? Там на склоне, то есть, там в прошлом году, вот, за счет также по результатам народного бюджета, там был построен спортивный комплекс, очень, как бы, ну, с одной стороны, какое-то такое забытое место, но я очень много получаю благодарности от жителей, что там наконец-то хоть что-то появилось, что... Какая-то жизнь, да, такая, просто позитивная. Там же еще, ну, мы, естественно, убрались, там сделали освещение, заменили. Там теперь светло, относительно безопасно. Там столы для пинг-понга стоят, да и воркаут. Вот рядом с этим воркаутом мы хотим сделать участок для велосипедного спорта. Это так, пересеченная местность, так называемый памп-трек, то есть, там участок для маленьких ребятишек, для тренировки, езды по кочкам и, ну, что-то более такое интересное для, уже для продвинутых спортсменов. Потому что у нас для велосипедного спорта пока очень мало где чего есть, вот, хотелось бы реализовать. Если, ну, для того, чтобы это реализовать, нам нужно, чтобы явка... У нас мы договорились и устроили соревнования между округами городского совета, чтобы там, где будет наибольшая явка, мы будем сами эти округа будем дополнительно поощрять. – Ну, это все за счет городского бюджета, да, получается? – Да, ну, это за счет депутатских наказов. – Депутатских наказов, да? – Да. – Интересно, да. Сложный выбор такой вот примитительный, я тоже на твоем округе проживаю, да? – Ну, каждую, да, тем более интересно. – Каждую свои предпочтения, да. – Ну, вообще, в целом, ну, как бы это важно использовать выборы для того, чтобы собрать мнение населения, то есть, это вот народный бюджет. – Ну, чтобы два раза не вставать, да, раз все приходят, – Ну, то есть, люди приходят голосовать, нам бы хотелось использовать эту возможность, чтобы очно, потому что ни онлайн-голосования не дают такого результата, ни какие формы опросов, они тоже там телефонных или каких угодно, они не дадут. Здесь люди пришли проголосовать, соответственно, приходят голосовать активные люди, которым не все равно, и хотелось бы именно это использовать, чтобы понять, что сейчас наиболее важно. Вот, я надеюсь, что у нас так же успешно пройдет, как и в прошлом году, потому что голосов было много, мы там считали полдня потом в счетной комиссии. Ну, и чтобы этот… – Ну, и та история уже воплощена, да. – Ну, и в целом, это правильное направление, народный бюджет, то есть, все инициативные бюджеты, то есть, когда люди сами выбирают, так же, как эта, такая же система, как в наказах депутатов, но тут все-таки больше именно выбор самих людей. – Более такая, касающаяся всего округа, история, да, или менее локальная. – Ну, да, выборы, потому что, ну, все понимают, что результат выборов, он достаточно очевидный, то есть, у нас есть, как бы, явный лидер этой предвыборной гонки, ну, и я знаю, что люди, многие люди придут просто, чтобы выказать дань уважения той работе, которую Алексей Собоевич проводит, чтобы, ну, чтобы он реально же напряженно работает, то есть, и, как бы, прийти и проголосовать, это такое, для меня, например, это тоже, как бы, возможность высказать ему уважение и благодарность за такую напряженную работу. Но хотелось бы еще чем-то наполнить практически. – Ну, да, раз уж там интриги нет, пусть интрига будет здесь, да, кто победит в народном бюджете, тоже интересно, да. – Сергей, спасибо огромное. Руководитель группы компании «Байкал-Медиа», председатель Комитета городского хозяйства, транспорта и связи Лондонского городского совета депутатов Сергей Бурдиков принимал участие в программе «Мнение», ввел передачу Игоря Резера, всего доброго, до свидания. – До свидания.